Пожалуй, лучшая притча о том, как заставить желание работать. На задворках вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было, ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому что каждый местный житель и так знал, что магазин продает желание. Ассортимент магазина был огромен. Здесь можно было купить практически все. Огромные яхты, квартиры, замужество, пост вице-президента корпорации, деньги, детей, любимую работу, красивую фигуру, победу в конкурсе, большие машины, власть, успех и многое-многое другое. Не продавались только жизнь и смерть. Этим занимался главной офис, который находился в другой галактике. Каждый, пришедший в магазин, а есть ведь и такие желающие, которые ни разу не зашли в магазин, а остались сидеть дома и просто желать, в первую очередь узнавал цену своего желания. Цены были разные. Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, веры в собственные силы и разрешение себе работать там, где нравится, а не там, где надо. Власть стоила чуть больше. Надо было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему находить рациональное объяснение, уметь отказывать людям, знать себе цену, и она должна быть достаточно высокой. Разрешать себе говорить «я», заявлять о себе, несмотря на одобрение или неодобрение окружающих. Некоторые цены казались странными. За мужество можно было получить практически даром, а вот счастливая жизнь стоила дорого. Это персональная ответственность за собственное счастье, умение получать удовольствие от жизни, знание всех желаний, отказ от стремления соответствовать окружающим, умение ценить то, что есть, разрешение себе быть счастливым, осознание собственной ценности и значимости, отказ от бонусов, жертвы, риск потерять некоторых друзей и знакомых. Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить желание. Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались и уходили, другие стояли в задумчивости, пересчитывая наличность и размышляя, где бы достать еще средства. Кто-то начинал жаловаться на слишком высокие цены, просил скидку или интересовался распродажей. А были и такие, которые доставали все свои сбережения и получали заветное желание, завернутое в красивую шуршащую бумагу. На счастливчиков завистливо смотрели другие покупатели, с удача о том, что хозяин магазина их знакомый, и желание досталось им просто так, без всякого труда. Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. Но он всегда отказывался, так как от этого страдало бы и качество желаний. Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал головой и отвечал, что во все времена будут находиться смельчаки, готовые рисковать и менять свою жизнь, отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в себя, имеющие силы и средства для того, чтобы оплатить исполнение своих желаний. А на двери магазина уже добрую сотню лет висело объявление. Если твое желание не исполняется, оно еще не оплачено. Субтитры создавал DimaTorzok